здравствуйте друзья мои сегодня у нас будет кулинарная страничка но начинаю я ее в лесу потому что сегодня я расскажу что же я делаю с дарами природы сегодня мы с моей дочкой набрали бруснику и грибы хоть говорила я сама себе что бруснику больше не буду собирать но ее в этом году так много что решили сходить еще раз ну а теперь мы едем домой там я все это чистенько переберу перемою и мы с вами встретимся опять итак вот я уже дома перебрала грибы начинаем всегда с грибов потому что это самые такие скоропортящиеся продукты бруснику я рассыпала пускай она чуть-чуть еще порозовеет пару часиков пока это не доберусь и так либо я почистила часть грибов я отложила для того чтобы пожарить их я конечно же вы мою и пожаре как я жарю не буду вам показывать там все очень просто лук грибы сметана все а с остальными грибами я буду делать следующее я буду их солить и вот это уже я вам покажу расскажу начали всех перебрала все это грибную как говорится смесь все это грибной ассорти если грибов много то конечно же лучше их разделить такие грибы как например у меня тут есть вот пару волнушек или грузди те конечно лучше всего солить отдельно если их много это совсем другой вкус потом такие грибы как лисички например отдельно их вообще лучше не солить отдельно они чистые лисички соленые не очень вкусные они вкусные когда их пожарить или же замариновать ну маринованные грибы я не делаю а делаю я всякую как еще раз говорю грибную смесь вот это я и буду солить и сейчас я просто все это отварю я их почистила просмотрела на предмет червячков тщательно ну больше я их не резала не мыло а прямо сейчас залью холодной водой и поставлю на огонь и так грибы варятся они будут вариться еще минут десять не больше они уменьшились в объеме после того как они проварятся я их солью и буду промывать в трех водах холодной водой холодной водой так чтобы они остыли чтобы вымыть весь песочек который в них присутствует чтоб на зубах не хрустел чтобы они стали чистые красивые потом я их отожму а потом и сами встретимся я продолжу свой рассказ и заодно еще я не не думала буду показывать ну растут к обеду жарятся грибы то почему бы на них тоже не посмотреть вот лук грибы соль и когда вот эта жидкость вся выпарится то я добавлю пару ложек сметаны все очень просто ну вот наши грибы сварены помыты и отжаты и вот теперь они такие чистые красивые готовые к дальнейшей переработке для того чтобы нам их засолить нам понадобится емкость где мы будем солить какой-то грузик об этом я позже расскажу а главное нам понадобится укроп и чеснок и тут по принципу кашу маслом не испортишь чем больше тем лучше и так вначале мы кладем в грибы соль соль обязательно должна быть крупная мелкая столовая соль или же ядированная не годится она не будет давать такого результата такой консервации и вкус будет совсем другой мало того грибы могут испортиться и так я вот тут вот уже отложил эту соль кладем мы на килограмм уже отваренных отжатых грибов полторы столовые ложки соли без горки у меня тут на вскидку где-то получается килограмма 2 и поэтому значит я отсыпала вот тут вот я уже отсыпала 3 столовые ложки без горки соли и сейчас я их буду солить так чтобы лучше было видно вот покажу грибочки вот они да почему еще я все-таки солю лисички хотя они как я уже сказала засолки соусу как говорится если чистым виде не очень но если смеси с другими грибами то они вполне даже себе становятся вкусными и так приступаем перемешиваю прямо руками хорошенечко как я еще определяю достаточно ли соли если я допустим делаю на глаз примерно без весов то я просто когда вот и хорошенечко уже все перемешаю я просто попробую грибок если он вкусный не пересоленные не недосолен и просто вкусный то значит солью все нормально теперь в кастрюльку я укладываю укроп как я уже говорила кашу маслом не испортишь все счастливчики которые имеют холодный погреб могут делать это не в такой маленькой кастрюльке а в каком-то большом большой бодье какой-то бочке или же большой эмалированный посуде где там допустим 10-20 литров потому что этот способ хорош тем что вот такую порцию например грибу взял положил через несколько дней опять сходил в лес следующую порцию грибов принес опять отварил положил все специи и можно класть просто сверху и так постепенно наполняется эта емкость и на зиму получается такой солидный запас соленых грибов раньше так делали в бочках где-то в холодном месте стояла бочка люди ходили в лес и каждый раз принося грибы хозяйка их обрабатывала и складывала новую порцию в бочку до тех пор пока она не наполнится но у меня к сожалению по гриба нету поэтому я делаю в таких маленьких емкостях и на всю зиму конечно же этого не хватает это съедается очень быстро так сюда же мы режем чеснок так опять перемешиваем и укладываем в кастрюльку можно туда еще немножечко укропа укроп конечно же нужны зонтики зонтики укропа вот эти палочки стебли или же что еще лучше просто семена укропа это было бы еще лучше но у меня их нету поэтому просто укроп можно класть еще больше укропа больше чеснока теперь нам это надо все хорошенечко утрамбовать утрамбовать до тех пор пока не начнет выделяться такая жидкость она конечно выделяет очень быстро под воздействием соли сверху мы опять кладем оставшийся укроп можно еще класть смородиновые веточки или какие-то другие приправы специи это по вкусу но я люблю вот именно укроп и чеснок вот этого должно быть очень много и теперь еще сверху я кладу просто чистую марлечку в качестве гнета я ставлю тарелку прижимаю посильнее и сверху должен быть какой-то груз я кладу вот эту банку из-под сметаны наполненную водой и она там держится теперь после того как мы все это сделали у нас есть два пути мы можем все это поставить в холодильник или же в погреб у кого что есть и через пару дней через три-четыре дня мы будем иметь соленые грибы но мы можем избрать другой путь и подержать его при комнатной температуре вот тут вот прямо в кухне где-то дня три два три дня с тем чтобы пошел процесс квашения и тогда мы получим квашеные грибы процесс квашения грибов такой же как при квашении капусты то есть выделяется не выделяется образовывается молочная кислота который является консервантом и грибы заквашиваются потом долго стоят но опять же так как и капусту кто квасил знает что пару дней при комнатной температуре как только начинается процесс квашения сразу приносят на холод также и грибы как только они закваситься пару дней сразу же надо поставить холодное место чтобы прекратить этот процесс чтобы процесс прекратился иначе грибы испортится но квашеные грибы очень вкусные также как и соленые но я в данном случае буду делать соленые поэтому сейчас сразу же их ставлю в холодильник я говорю через пару дней мы уже будем иметь вкусные соленые грибки ну вот на этом я грибы заканчиваю и приступаем к обработке брусники и так мы расправились с грибами и приступаем к брусники вот она наша брусничка уже перебрана и помытая подсушенная на полотенце и большую часть ее я разложила по таким пакетикам и отправила в заморозку этот я уже вытащила чтобы вам показать сейчас его положу обратно оставшуюся бруснику я буду перетирать с сахаром и так сейчас я приступаю к перетиранию брусники делать я это буду блендером из этого объема брусники получилось где-то литра полтора вот такой вот достаточно однородной массы теперь мы кладем сюда сахар на бруснику я кладу сахар из расчета от один к одному то есть на эти полтора литра мне надо где-то полтора килограмма сахара на чернику или же клубнику лежит другие ягоды я кладу больше где-то один к двум на один литр два килограмма сахара это именно для сырого вида некоторые называют его сыром вареньем но это конечно не варенье для таких вот сырых заготовок почему на бруснику меньше потому что я уже как-то говорила что брусники содержится естественный консервант позволяющие долгое время не портится и мы этим конечно пользуемся сахар должен раствориться полностью поэтому недостаточно просто его мешать надо оставить на некоторое время но брусники надо сказать сахар растворяется довольно быстро поэтому достаточно где-то ну у меня на полчаса или час максимум с тем чтобы полностью все это растворилось а вот в чернике например или клубники растворяется гораздо медленнее я иногда просто даже оставляю на ночь вот все сахар растворился и теперь осталось только разлить по банкам эту нашу смесь баночки я стерилизую очень просто я их мою потом обдаю кипятком этого вполне достаточно единственное что конечно баночки должны остыть прежде чем я буду разливать это мое так сказать холодное варенье вот у меня получилось три небольших баночки и еще немного чтобы полакомиться сразу баночки я закрываю простыми столовыми салфетками этот способ я узнала в прошлом году из всезнающего интернета одна женщина рассказывала что это очень хорошо когда речь идет вот а именно таких сырых заготовках я попробовала и знаете мне это очень понравилось потому что варенье или вот это должны конечно это не варенье вот эти свежие заготовки они сохраняли прекрасный вкус прекрасный аромат и ни разу никогда у меня не испортились не было никакой не плесени ничего либо подобного очень понравился этот способ я продолжаю им пользоваться тем более что и вид получается такой смешной такой летний зимой приятно вспомнить про лето и съесть ложечку этой вкуснятины а я на этом прощаюсь с вами желаю вам чтобы ваши закрома были полны вкусных заготовок которые пришли к нам из лета и чтобы эта осень не была бедной всего вам доброго заходите на мой канал и до свидания